Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект об отмене транспортного налога для автовладельцев. В заключении Комитета Думы по бюджету и налогам говорится, что отмена налога приведет к возникновению выпадающих доходов. Это пошатнет финансовое положение и самостоятельность субъектов Российской Федерации. По выкладкам счетной палаты региональные бюджеты потеряют не менее 160 миллиардов рублей. Возместить их может только повышение акцизов на топливо и, следовательно, рост цен на заправках. Напомним, что отменить транспортный налог предлагалось не впервые, ведь дорожные фонды уже пополняются из акцизов, включенных в стоимость топлива. Электрическую модификацию спринтера Мерседес анонсировал еще позапрошлой весной, презентуя нынешнее поколение фургона. Чуть позже обнародовали характеристики, и вот запущено серийное производство. После ИВИТО это уже вторая электрическая модель в коммерческой линейке Мерседеса, и самая крупная. Электродвигатель приводит в движение передние колеса, а две тяговые батареи на выбор такие же, как у ИВИТО. Поэтому заявленный запас хода уменьшился до 100 километров с небольшим. От емкости батарей зависит и грузоподъемность. Младший вариант с более легкой батареей потянет 1045 килограммов, а вот старший – менее 900. Дизельная модификация у Гелендвагена появилась еще год назад, но до российского рынка добиралась долго. У дилеров машины появятся только в конце зимы, но заказы наконец-то принимают. Мощность рядной шестерки для нашего рынка дефорсировали почти на 40 лошадиных сил. В трансмиссии 9-ступенчатый автомат, постоянный полнопривод с несимметричным межосевым дифференциалом и тремя блокировками. Комплектация в целом аналогична бензиновому G500, но дизельный Гелендваген оказался дешевле почти на 2 миллиона рублей.